Приобретение новых привычек. Как часто нам приходится приобретать новые привычки и избавляться от старых? Как это сделать правильно? Расскажу на личном опыте. Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова и я являюсь автором книги про «Рыв ведущий к успеху» или «Как подняться в интернете», а также еще несколько PDF-отчетов у меня есть в арсенале по продвижению себя в сети интернет. Сегодня поговорим о привычках. Я расскажу на своем личном опыте, как я прививаю к себе новые привычки, либо же как избавляюсь от тех, которые не совсем считаю продвигающие и правильные. Значит, я хочу вам сразу сказать, что с понедельника вы не начнете ничего, завтра вы тоже вряд ли начнете что-то. Вам нужно делать здесь и сейчас, именно в секунду принятия решения, когда вы принимаете ярое, быстрое решение о том, что вы хотите что-либо в своей жизни изменить, заменить, либо приобрести. Я не являюсь тем человеком, который курил, пил или каким-либо непонятным образом жил на планете, но я четко знаю, что от правильного питания, от правильного приема различных лекарственных растений зависит наше состояние в общем, а также энергия у нас выделяется. По моему субъективному мнению и личному опыту я хочу сказать, что когда вы хотите, пусть завтрашнего дня, начать заниматься спортом, хотите больше воды пить, хотите не употреблять кофе, меньше сахара употреблять в пищу, меньше соли, к примеру, либо же жирное перестать есть, хлеб перестать кушать, употреблять какие-то, значит, чаи, заниматься, ну, я спортом сказала, возможно, другими какими-то домашними, там, легкими тренировками. Посмотрите, быстро я насчитала уже 9-10 пунктов, которые необходимо, как бы, по сути, в легкую форму отказаться от этого всего. Но когда мы перегружаем свой собственный мозг тем, что нам нужно то-то-то-то сделать, мы с утра встаем, и у нас все настроение вот так вот падает, и мы рушатся назад, и мы не хотим ничего. Причиной отказа как раз-таки является то, что мы перегружаем свой собственный мозг, понимаем, что мы этого не сможем достичь. И я предлагаю легкое избавление от этого всего, либо приобретение какой-либо новой привычки, и таким образом, что вы сегодня ставите какую-либо цель, например, пить больше воды. Вы с утра встаете, скачиваете, пусть себе предложение, возможно, будильник, кстати, как хотите это делать, но вы начинаете с сегодняшнего дня упор делать на приобретение новой привычки выпивать воды столько, сколько необходимо. А перед этим всем вы просчитываете, сколько же нужно вам ее выпить. И вы оттачиваете этот навык для того, чтобы этот навык пришел в вашу жизнь, и как раз-таки стал привычкой, как, грубо говоря, сходить в туалет, как утром почистить зубы, как утром вообще встать с постели. Таким образом, когда в вашу жизнь укоренится новая привычка, пить необходимое количество воды, только после этого вы можете приступать к тому, чтобы отказываться, к примеру, от кофе. Я глубоко убеждена, что только так работают большие планы на счет новых привычек, либо же убирания старых из своей жизни. Например, у меня утро не всегда, я не кофеман, но с утреца я любила выпить кофе вода, а потом кофе. Но в итоге я решила полностью отказаться от кофе. Пусть оно мне нравится, но это легкий свой стимул определенный. Я считаю, что ничего хорошего кофе не несет, каким бы он хорошим не был, все равно. Но очень редко, раз в полгода, возможно, можно его выпить. Возможно, раз в месяц для вас это будет нормой. Для меня нормой считается то, что я не хочу вообще ни в каком виде употреблять. Поэтому я свою привычку изменила выпивание кофе. Я изменила на выпивание утренней воды с чайной ложкой уксуса. Именно обязательно яблочного и домашнего происхождения. Для чего это нужно? Если интересно, я сниму следующее видео, расскажу об этом поподробнее. Таким образом, ко мне в жизнь вошел спорт, ко мне вошла жизнь. Необходимое количество выпитой воды, утреннее употребление не только уксуса, но еще лен пью, я пью тмин, корицу. Это все необходимо, как по мне, это просто необходимо в нашей жизни. Если вы ни со мной не согласны, то просто этого не делайте. Применяйте это к тем привычкам, к моим словам, которые вы считаете необходимы в вашей жизни. Это же то же самое касается того же самого продвижения в сети интернет. Нужно необходимо просто писать каждый день посты в каждой социальной сети, в разных социальных сетях, как вы это будете делать, но каждый день работать над тем, чтобы что-то писать, каждый день коммуницировать с людьми, каждый день отвечать подписчикам в комментариях, разговаривать, проводить анализ. И это необходимо делать каждый день. После того, когда вы дадите свою цель, но при этом вы уберете другие какие-либо соблазны, вы тогда сможете просто укоренить эту привычку в своей жизни. Только таким образом, поэтапно и поочередно вы сможете столько привычек в свою жизнь внести, сколько вам нужно будет и необходимо. Но для этого нужно начать с одной и главной. И прямо сейчас я вам предлагаю подумать, что вы хотите изменить, какие хотите привычки убрать из своей жизни, какие внести в свою жизнь, и какая из этих всех, из всего этого списка для вас является главной. И потом сесть и начать с ней работать. А с вами была Юлия Жукова. Подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы увидеть колокольчик и быть в курсе выхода новых серий. А также в комментариях дайте мне обратную связь, какую привычку вы бы хотели сейчас заменить, изменить, либо же над какой поработать. И если было полезно, пальцы вверх ставьте. До новых встреч!